Здравствуйте, я приветствую всех на 24 сезоне. Меня зовут Алексей Красиков, я руководитель школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Мною Мир Маратна Гиреевна. Гиреевна создан большой курс по профессиональной переподготовке психотерапевтов, психологов и в целом людей с любым высшим образованием. Мы рады приветствовать на 24 сезоне наших студентов, потому что многие студенты изъявили желание посетить 24 сезон. И это очень правильное, извешенное, на мой взгляд, решение, потому что ребята ожидают начала обучения на втором потоке, который начнется в октябре, в апреле. И до апреля им необходимо уже будет быть готовым к тому, о чем будет идти речь. Мы на 24 сезоне не будем уделять такое внимание физиологии и нейрофизиологии, которые мы уделяем нашей школе, потому что наше обучение уникально многими параметрами, один из которых это очень большой и глубокий базовый материал по физиологии и нейрофизиологии. Читают его два выдающихся научных сотрудника, со многими, наверное, вы уже знакомы через наш аккаунт. Это Илья Мартынов, который когда-то взаимодействовал и сотрудничал с Андреем Владимировичем Курпатовым, работая у него в Академии смысла по нейробиологии. Он нейробиолог и он читает лекцию по именно нейрофизиологии. Дофамин, гамк, серотонин, трептофан и так далее. Как любые нейромедиаторы влияют на наше настроение, как они корректируются и вообще как работает наш мозг с точки зрения нейробиологии. Это очень-очень важный объем и пласт знаний. Ну и Владимир Меркурьев, это наш физиолог, который очень предметно, очень детально объясняет нашим студентам о том, как возникают те или иные симптоматические состояния и что нужно знать психотерапевту, консультанту для того, чтобы успешно объяснять своим клиентам, что с ними происходит. Также у нас на курсе представлены аритмологи, которые очень предметно и научно помогут нашим студентам научиться объяснять, чем отличается синусовая тахикардия от пароксизмальной, чем отличаются симптомы инфаркта миокарда от панической атаки, какие есть дифференциальные диагностические критерии истинной ишемической болезни сердца, истинных нарушений ритма, какие бывают экстрасистолы желудочковые и предсердные, в чем особенность, как возникают фибрилляции, какие симптомы нужно знать, что такое функциональная диагностика ЭКГ-холтер-мониторинг-УЗИ, что он показывает, что быть должно, что быть не должно, о том, что такое особенность анатомии сердечно-сосудистой системы у каждого, в том числе блокады ножки пучка ГИСа и левые желудочки, все это на нашем большом курсе в блоке физиологии и медицины. Физиологии и медицины отдано больше половины нашего курса, остальная половина это уникальная программа по психиатрии, которая создана на базе института медицинского университета, и человек, который преподает у нас психиатрию именно для психологов, это человек, который пишет клинические рекомендации по терапии тревожных расстройств. Соответственно, этот человек как-никак компетентен в том, как применяется психофармакоподход, когда он уместен, когда он неуместен, ну и мы больше будем заниматься на курсе психиатрии дифференциальной диагностикой истинных патологий большой психиатрии и малой психиатрии, к которой относятся неврозы. Дальше у нас идет уникальный модуль по философии, такой программы еще в России не было, где мы нашли прекрасного философа, который открыл свою школу стоицизма в России, развивает стоицизм, как вы знаете, когнитинопогеническая терапия базируется на именно стоической философии, и именно четыре больших лекционных дня по философии очень важны для психотерапевтов. Я подготовил программу таким образом, что это не просто заумная философия Эпиктета и Марка Аврелли Синеки, но это именно те философские темы, которые необходимо знать для того, чтобы вести диалог со своим пациентом, потому что по большому счету вы услышите в нашей программе 24 сезон, что психотерапия на самом-то деле мало на что способна, потому что если хирург способен своими руками причинить пациенту пользу, то психотерапевт не способен причинить человеку пользу, психотерапевт способен только поговорить с человеком, задать определенные вопросы и попытаться навести его на определенные размышления. Но об этом мы, собственно говоря, будем говорить и на 24 сезоне. Ну и, конечно же, когнитиноповеденческая терапия. У нас представлена ассоциация когнитиноповеденческой терапии, из которой у нас заключено партнерское соглашение. Наши студенты получают сертификаты от ассоциации когнитиноповеденческой терапии официальные. После прохождения блока КПТ они получают сертификат о пройденных двух ступенях, который зачтется, если наши студенты продолжат заниматься в ассоциации у Дмитрия Ковпака и моих коллег. Также у нас прекрасные партнерские отношения с Санкт-Петербургом. Илья Мартынов как раз представитель Санкт-Петербурга и Сергей Александрович Подсадный. Сергей Александрович читает большой блок по личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. Это то, чем мы с вами будем заниматься на этом курсе. Это человек, который был личным близким человеком Борису Дмитриевичу Кровосарскому, с которым они работали многие-многие годы. И наши студенты имеют прекрасную возможность прикоснуться к истории российской психодинамической школы, посмотреть, как выглядят внутренние конфликты, как на самом деле образуются неврозы, какую функцию несут симптомы. И вот наши студенты, кто был на первом езде, студенты именно первого потока. Я знаю, что здесь и студенты второго потока. Но вот кто у нас здесь находит студенты первого потока, вы, как никто другой, наконец-то понимаете, что такое внутренние конфликты. Почему Алексей Красиков 10 лет в Ютьюбе очень пристально говорил об этом, что это не мной придумано, это не мной выведено, так сказать. Это целая большая работа Института имени Бехтерева, 9-го отделения неврозов, под руководством Владимира Николаевича Мясищева и Бориса Дмитриевича Кровосарского в будущем. И знать личностно ориентированную реконструктивную психотерапию, систему отношений – это просто такой вот фундаментальный must-have для любого психолога-консультанта и для клиента психотерапии. Так вот, наша с вами программа 24 сезон будет отчасти имитировать обучающий процесс, потому что я глубоко убежден в том, что, чтобы справиться с невротическим расстройством, нужно очень пристально изучить невротические расстройства. И когда вы понимаете врага в лицо, когда вы понимаете, как он функционирует, почему возникают те или иные симптомы, почему возникают те или иные тревожные, соматические, дисфункциональные патологии, вам, во-первых, более спокойно, вам более понятно, что с вами происходит, вы уже понимаете, что вы не умираете, с ума не сходите и в дурку вас не отвезут, но есть проблема, так сказать, в эмоциональной части. И чтобы решить проблему в эмоциональной части, надо тоже понять, а в чем, собственно говоря, эта проблема. Так вот, я вас рад приветствовать на 24 сезоне, который поможет вам справиться и понять ваше невротическое расстройство. Как бы оно ни проявлялось самотоформно, мы все разберем. Ну и, пользуясь случаем, завершая свой первый тезис, я приглашаю всех к нам учиться, кто хочет овладеть специальностью психологическое консультирование, именно тревожно-фобических расстройств, узнать о неврозах все и физиологии, все, что вам необходимо, чтобы помочь и себе, если вы очень хотите себе помочь в этом смысле, и оказывать грамотное психологическое консультирование людей, которые сталкиваются с этой проблемой. А таких людей нынче очень много. И постковид, и тот ковид, который ждет нас впереди еще на три года, я так думаю, вызовет огромное количество постковидного синдрома, как астения. А любая астения, и постковидная, и постгриппозная, и постэмоциональная, вызывает необратимые эмоциональные сложности. Соответственно, мы увидим в ближайший год-два такую волну обращений людей к психотерапевтам, потому что они, как мы говорим, актуализируются очень-очень серьезно. То есть те люди, кто не знал, что такое панические атаки, о них узнают. Те, кто не знал, что такое самотоформная дисфункция, об этом узнают. Кто не знал, что такое астения и постковидный синдром, об этом узнают. Ну и, соответственно, если у человека были уже эмоциональные сложности в анамнезе, так сказать, в истории своей жизни, но до ковида это было, так сказать, сглажено, что ли, да, то, соответственно, постковидный астенический синдром усугубит, да, собственно говоря, ваше состояние. Большинство наших студентов – это люди, которые сами когда-то столкнулись с невротическим расстройством. Когда-то, в 2011 году, я пришел на YouTube, был тогда первым, кто начал говорить о том, что «Привет, меня зовут Алексей, я столкнулся с такой-то проблемой, у меня получилось справиться, получится и у вас». Потом мою работу подхватили другие коллеги в YouTube, вот, посчитав, что они первые, но это уж у каждого своя близорукость, наверное. Вот, и мы вместе сообща продолжили нашу работу дальше. Почему очень многие люди получали облегчение от видео в YouTube, которые я когда-то очень много публиковал, сейчас уже перестал заниматься YouTube, но я обязательно к нему вернусь, сейчас я объясню. Ну и в завершении курс психологическое консультирование стартует в апреле, справки есть в приемной комиссии, у нас ограниченное количество мест на очный факультет, вы можете учиться очно в Москве, можете учиться онлайн из любой точки мира и смотреть в копии наше занятие. У нас сразу, предупреждая, очень строгая система зачетов, контрольных работ, тестов, и просто прослушать курс не прокатит. Мы очень внимательно относимся к качеству нашего образования, предполагая, что эти люди будут консультировать население. И мы должны быть уверены в том, что люди понимают все правильно. Поэтому, кто не сыт и захочет учиться в нашей ассоциации, в нашей школе, добро пожаловать. И у вас все получится, и мы, нашим выпускникам, будем помогать развиваться так же, как когда-то развился я и в YouTube, и в социальных сетях, и в востребованности в профессии. Думаю, что вы понимаете, что без особой рекламы, без каких-то там вложений финансовых, соответственно, у меня получилось это сделать. Хотя на рынке очень много специалистов. И я расскажу чуть попозже, может быть, даже в рамках сезона, почему такое произошло. Те, кто заинтересовался школой, я приглашаю 4 декабря присоединиться онлайн на День открытых дверей. В 18.30 начнется трансляция. Вы можете позвонить Любови и записаться на День открытых дверей. Смотреть онлайн, получить потом копию, или приехать в Москву, на Сущевский вал, в нашу школу, где в теплом дружеском таком коллективе, я, Эльмир Маратовна Гиреева, будем презентовать нашу программу преподавателей и отвечать на ваши вопросы. Так что всем рекомендую. Что касается пациентов, которые хотят учиться для себя, я бы здесь рекомендовал идти учиться тогда, когда вы справились со своей острой проблемой. Понятно, что невроз не лечится, и что от невроза нельзя избавиться на 100%, потому что я объясню потом, почему это связано с аксональными шипиками, и каким образом мозг устроен таким образом, что если вы уже когда-то испытали определенные психологические особенности, так сказать, поведения, то выпилить это в ноль невозможно. Но абсолютно точно можно взять это полностью под контроль, так, чтобы это никак вам не мешало жить, наслаждаться жизнью, развиваться в профессии, в своих профессиях, заводить семьи, детей, и прожить интересную, полную, насыщенную жизнь, без неврозов, тревог и депрессий. Но выпилить невротическую личность не представляется возможным. Для этого должны произойти, я вот сегодня об этом буду говорить, ряд обстоятельств, которые поменяют вас. Принудительно поменяться очень сложно. И мы об этом сегодня с вами поговорим. Поэтому, кто хочет учиться для того, чтобы справиться самостоятельно, лучше сначала пройдите сезон, а потом уже идите учиться в нашу школу, для того, чтобы грамотно консультировать людей, если вы хотите. Хорошо? Сначала сезон, потом в школу. Все, давайте начинать. Значит, у нас с вами 8 занятий по полтора часа. Копии вы будете получать по окончанию каждого занятия. Наши занятия будут идти в понедельник и четверг, в 20.00 по Москве. Время и день не меняется. За исключением каких-нибудь форс-мажоров, которые иногда могут случаться с интернетом, с какими-нибудь стихийными бедствиями, катастрофами и так далее. Копии вы будете получать по вторникам и по пятницам. Очень большая сейчас к вам просьба. Не откладывайте просмотр копий, потому что если вы будете смотреть потом наскоком по 2-3 урока подряд, это категорически неправильно. Копии у вас 3 месяца будут длиться. По окончанию сезона. То есть сезон закончится в конце декабря. И у вас копии еще будут весь январь, февраль и март. Я вас очень прошу. Смотрите копии в том ритме, в котором я рекомендую. День посмотрели урок, 2 дня пауза. День посмотрели урок, 2 дня пауза. Потому что после каждого урока те темы, которые я буду поднимать, должны у вас как-то в голове обмыслиться, что ли, да, обдуматься. Вы должны эти темы как-то через себя пропустить, попрактиковать что-то, что-то для себя уяснить, потренироваться. Сезон – это не сериал, где вы лечитесь посредством какого-то информирования. Вы в Ютубе у меня лечились посредством информирования и все равно пришли на сезон. И я объясню почему. Информирование не является психотерапией. Информирование о симптомах, информирование о безопасности панических атак, о безопасности навязчивых мыслей и тахикардии является таким первым шагом в психотерапии, который имеет свою задачу успокоить пациента, разъяснить ему, что с ним происходит на самом деле эмоциональная проблема. И многие подписчики, зрители, к сожалению, интерпретируют информирование за психотерапию, когда их информируют о том, что с ними происходит. И облегчение от информирования они воспринимают за исцеление. Пишут хвалебные отзывы, радуются, хлопают в ладоши. Но проходит неделя, две, три, месяц, два, и как-то все возвращается с еще большей мрачностью. Покрытый пеленой, что-то я какой-то неэффективный, ничего не понимаю, мне ничего не помогает. Вроде было хорошо, а теперь опять плохо. Я убежден, что здесь таких много. Согласитесь, поставьте плюсик, кто здесь как раз таки из этой категории. Что сначала посмотрели ролики на ютюбе, информировались, обрадовались. Вот вас как много. А потом через какое-то время поняли, что что-то как-то вам не лучше. Именно на эту ставку делают, на мой взгляд, не очень ряд добросовестных консультантов, которые на тревожных пациентах отрабатывают свои какие-то невротические комплексы, а порой просто меркантильность и жадность. Потому что тревожный пациент готов заплатить за успокоение. И, конечно, вот это информирование, поглаживание, размусоливание про каждый симптом, почему вы не умрете от этого, и почему вы не умрете от этого, и что это у многих, оно дает как бы такое, знаете, коллективное успокоение. И вот эти коллективные успокоения, к сожалению, вводят людей в заблуждение. Потому что психотерапия – это изменение фундаментальных жизненных философских категорий. И без изменений жизненных философских категорий и системы отношений в личности и среды, в которой эта личность находится, никакой психотерапевтической интервенции речи идти не может. Потому что информирование – это просто лишь информирование. А личность, структуру личности – это очень сложный нейрофизиологический процесс, который так быстро не меняется. Он меняется с годами. Почему наши бабушки и дедушки часто довольно мудрые люди? Потому что у них очень большой жизненный опыт. Потому что они менялись. Вспомните себя в 15 лет, ваши ценности. Вспомните в 18, в 22, в 25, в 30, в 35, в 40. И вы увидите, что с каждым пятилетним рубежом вы меняли свое представление о многих вещах. А если вы человек, который столкнулся с большим количеством жизненных сложностей, потерь, смен места дислокации, преград и преодоление различных жизненных сложностей, то вы еще больше становитесь опытным и еще больше становитесь таким мудрым человеком. И только потом, с высока прожитых лет, вы можете рассуждать более философски и трезво о том, что является значимым, а что является незначимым. Именно поэтому терапия, психотерапия подростков очень сложна, потому что подросток в 16, в 17 лет интерпретирует мир и жизнь настолько радикально, настолько максималистически, что объяснить ему философию практически не представляется возможным. Потому что для этого мы должны его повзрослеть до уровня 35-40 летнего человека, который поймет, что является ценностью. Мы не можем этого сделать. Ровно так же это тема к вопросу, на что способна психотерапия. Психотерапия не способна ни на что. Психотерапия максимум, на что способна, это на попытку поговорить с человеком на те темы, которые вызывают у людей беспокойство. Попытка поговорить с человеком о его жизненных обстоятельствах. Попытка поговорить с человеком о его воспоминаниях, о его интерпретациях, о его отношении к жизни. Это попытка. И эта попытка и называется психотерапия. Но насколько эта попытка увенчается успехом, не может сказать никто. Потому что может случиться так, что случайные 2-3 вопроса, мной заданные пациенту, перевернут всю его невротическую конструкцию. И он изменится, потому что он задумывается об этом, посмотрит на ситуацию с другой стороны и действительно найдет выходы из сложившейся жизненной ситуации, переосмыслит какие-то ценности. Но есть ряд пациентов, которые искренне не хотят, не могут или по каким-то другим соображениям не готовы на данный момент переосмыслить какие-то отношения в своем мире со своими окружающими. И здесь невозможно говорить о каких-либо изменениях, потому что если человек продолжает настаивать на собственных убеждениях, на собственных принципах, то мы не вступаем в спор из серии, чьи принципы правильны. Мы говорим о том, что, ну послушай, до чего тебя довели твои принципы. Если ты считаешь себя такой умный, почему ты в кабинете психотерапевта? Если ты считаешь себя таким офигенным пацаном, почему ты сидишь уже на паксиде второй год? Если ты такая умная, если ты такой умный, почему у тебя невроз? И здесь пациент начинает замолкать и начинает понимать, что, наверное, они что-то делают не так. И если вы будете прислушиваться ко мне на каждом занятии, хотя бы просто попытаться ловить смысл того, что я буду вам с вами обсуждать, возможно, у вас есть шанс понять, где вы ошиблись и где вы, в общем-то, сбились с пути эмоционального здоровья. Начинаем мы с темы основные ошибки интерпретации симптомов. Я не могу начать с этой темы, потому что это такая базовая вещь, без которой вряд ли представляется возможным вообще какое-либо психологическое консультирование невротических расстройств. Этот момент такой важный. Как вы знаете, большинство наших пациентов и вас, в частности, точкой выхода в симптом, как правило, называют самотофорную дисфункцию вегетативной нервной системы со всеми ее прелестями. Тахикардия, потливость, шаткость, вялость, головокружение, слабость, чувство нарастающего беспокойства, потеря аппетита сна, диарея, вздутие, метеоризм, ощущение мутности в голове, неспособности фокусироваться, шаткость, вялость, разбитость, утомляемость. Все в невротических расстройствах, запомните, начинается, как правило, с этого. Когда человек жил нормальной жизнью, сейчас я поговорю про второй вариант, и вдруг в какой-то момент по дороге на работу или дома встал, либо задумываться о том, что его беспокоит какое-то странное чувство, либо он начал ощущать, что его сердце стучит как-то часто, как-то неровно. Он стал прислушиваться к своему организму, ему пару раз стало плоховато, и, в общем-то, так дебутирует большинство тревожных расстройств. Конечно же, потом человек паникует, потому что он неправильно понимает, что с ним происходит, и так манифестирует невроз. Есть второй вариант, когда человек не знает себя другим, когда человек всю жизнь находится в самотоформной такой активации, в тревоге, в социальной изоляции, всю жизнь находится в каких-то странных ритуалах, которые позволяют ему сбросить напряжение или не столкнуться с обстоятельствами, скажем так, причиняющими беспокойство. Человек обрастает определенными защитными поведениями, и тогда мы говорим о пограничном расстройстве личности. Невроз, так сказать, классический от пограничного расстройства отличается тяжестью, временем и глубиной. То есть, если обычно невроз мы можем представить, как жила-была Зина, у которой было все, в принципе, неплохо, но она была там немножко ебанько, но, в принципе, нормально, ни на что не жаловалась, желание-то жила, даже замуж вышла, и даже, может быть, детей родила, а, может быть, просто училась, бегала-прыгала, жрала таблетки горстями, ничего ей не беспокоила, на самолетах иногда летала, значит, в трубы забиралась, в шахты забиралась, никакой клаустрофобии у нее не было. И тут вдруг, в 24 года, Зине по дороге на работу что-то в метро поплохело. Зина подумала, что у нее, кажется, начался инфаркт Микарда, выбежала, как Бен Джонсон с инфарктом Микарда из вестибюля метро, вызвала скорую, торжественно бегая по площади со словами «Караул, помогите, я умираю, у меня сердечный приступ». Скорая, естественно, Миша так вот пришла, невзначай посмотрела на бегающую Зину, сказала «Ну, понятно, дайте ей пустырника с валерьяной». Потому что ни о каком инфаркте Микарда речь не идет, люди при инфарктном состоянии и в инфарктном состоянии лежат и не двигаются, потому что не могут, не потому что не хотят, а потому что не могут. У меня бабушка была с инфарктом, я лично ее выносил на носилках с фельдшерами, вот, и человек не двигается при инфаркте Микарда. Паникер бегает, суетится вокруг дома, выбегает на улицу, просит о помощи, и это продиктовано именно чувством паники. Поэтому, в принципе, невротические расстройства дебютируют двумя вариантами. Либо всю жизнь человек такой, и чтобы это исправить, нужно очень серьезно поменять среду, в которой находится человек, и его личную психотерапевтическую внутреннюю философию. Возникает вопрос, а можем ли мы поменять среду? Вот живет человек с пограничным расстройством личности. Но как вы ему, как консультант, поменяете среду? Вот как я вам поменяю среду, в которой вы живете? Эту среду меняют только вам. Ну, конечно же, в рамках закона, никакого насилия, никаких радикальных деяний быть не должно с вашей стороны. Это касается разъездов от родителей, это касается самостоятельной жизни, жизни в самостоятельной квартире, работа, зарабатывание самостоятельно, окружающие друзья, хобби, увлечения и так далее. Мы об этом еще будем много говорить. Ребята, я прошу вас всех зафиксировать, что среда – это будет частый термин, которому я буду на 24 сезоне много оперировать, часто к этому ссылаться, потому что среда – это очень важный такой терапевтический момент. Потому что человек, как обезьяна, учится посредством примера и подражания. И если вы хотите поменять свою личность, то можно провести простой эксперимент. Придите на работу с сильным коллективом, к сильному руководителю, зеленым юнцом, посмотрите, как работают опытные бухгалтеры, аудиторы, и через год, через два вы сами не заметите, как вы вырастите. Потому что вы будете учиться у лучших, вы будете учиться у сильных специалистов. Придя вы, зеленый, в посредственную компанию, к посредственным юристам и бухгалтерам, которые сами мало чего из себя представляют, вы там никогда не вырастите. Вы будете просто перекладывать бумажки так же посредственно. Поэтому, когда мы говорим о личностном росте и о психотерапии, мы обязательно говорим о среде, в которой вы находитесь. Это фундаментально важно. Без среды, без изменений в вашем окружении, без изменений в ваших наставниках, там, не знаю, там, менторах, учителях, руководителях, вряд ли вы будете набираться новых опытов, потому что это связано с способностью мозга к интроекции. Интроекция – это тогда, когда мы заимствуем части каких-то нам понравившихся, а то и не очень людей. Например, вы можете не заметить, как вы, подружаясь с тремя новыми подругами, через какое-то время начинаете говорить, как они, делать, как они, или там, иметь какие-то ценности, как они, потому что они для вас были сверхзначимыми в системе отношений в данный момент времени, и вы скопировали какие-то маленькие фрагменты их поведения – тембра, мимики. И вот таким посредством интроекции мы составляем свою личность. И чем больше у нас в окружении сильных, успешных, стойких, фундаментальных, глубоких, научных, серьезных людей, тем больше вы будете меняться сами, составляя такую уникальную композицию из личности. Это и называется личностный рост. Личностный рост невозможен сидя на диване. Личностный рост – это изменение в головном мозге посредством интроекцирования нового опыта и новых знаний. И чтобы получить новые знания, мы открываем книги, мы идем учиться, мы идем к людям, а чтобы получить новый опыт, мы преодолеваем определенные жизненные ситуации. Большинство невротиков, которые находятся у голубых экранов передо мной, замкнулись. Они изолировали себя от какого-то опыта, они изолировали себя от каких-то перемен, они изолировали себя от определенных интроектных таких обстоятельств, и они как бы бурлят внутри своей кастрюли. Так вот, я вам хочу сказать, что ваш невроз – это не враг. Ваше тревожное расстройство или ОКР, или генерализованное тревожное расстройство, или паническое – это не враг. Это вы. Это не болезнь, которая вас должна убить. Это не приступы, от которых вы должны сойти с ума. Это ваша переполненная чаша эмоционального терпения, если хотите. Это ваша переполненная чаша в эмоциональной реагировании, в ваших обстоятельствах, которые вы терпите всю жизнь, или многие годы, или вы столкнулись с какой-то жизненной ситуацией, из которой не видите выхода, хотя выходы есть, но эти выходы для вас нереализуемы, потому что у вас есть принципы. Выход-то есть, но ваши принципы не позволяют выйти из этой двери. Ведь выйти из двери же можно. Можно. Но какие-то ваши представления, что будет, когда вы выйдете из этой двери, не дают вам из нее выйти. И там сидеть плохо, и выйти не можете. Вот вам внутренний конфликт. Соответственно, все это затягивается и приводит к определенному соматизированию вашего организма. Так что же происходит в самом начале? Ваша вегетатика имеет три основных отдела. Симпатические, парасимпатические и метасимпатические отделы. Метасимпатический отдел работает, когда вы спите, и когда вы никаким образом эмоционально вообще на него не влияете. Работает сердце, работает кишечник, перистальтика, работает система организма и регулируется метасимпатической частью нервной системы. А симпатические и парасимпатические отделы – это педали газа и тормоза, которые не являются убийцами. Активация симпатического отдела и доминирование над парасимпатическим отделом вас не убьют. Скорее, это показатель стресса. Это скорее показатель усталости. Это скорее показатель того, что вы находитесь в хроническом боевом взводе, что ли. Поэтому правильное регулирование организма – это баланс симпатического и парасимпатического отдела. это баланс ГАМК и возбуждающих нейромедиаторов. И, соответственно, именно дисбаланс газа над тормозом и вызывает у вас множество самотоформных ощущений, которые вы по незнанию, по неопытности, по мнительности, как и я когда-то в 2006 году, страктовали неправильно. Я страктовал, что это инфаркт и неминуемая сердечная патология. Почему я так сформулировал? Сейчас сказать не могу. Но если бы вы окунулись в мою историю, вы бы узнали, что я профессиональный бывший спортсмен и тренер. Я выступал раньше по фитнесу. И мои тренировки были очень тяжелыми всегда с детства. И я никогда на пульс не обращал внимания. Я приседал с весом 150 килограмм 18 лет, как лошадь просто. Худая, высокая, дрещавая лошадь, но приседала, понимаете? И никаком пульсе я даже не слыхал, не слыхал. У меня там сердце колотилось, трепещало и так далее. Я жал ногами платформу до отказа и мошек, обливания в спортивном зале никогда о сердце не думал. И вот вдруг вот этот человек, который всегда имел спортивное такое прошлое, вдруг начинает обращать внимание на ритм сердца, будучи не в физической нагрузке, а будучи находясь в кабинете управляющего ресторана. Возникает вопрос, ну казалось бы, человек должен был привыкнуть к тахикардии, к повышенному сердцу, да? Но тут почему-то обычная тахикардия ему начинает казаться угрожающей. Так вот я объясню. Пишем первое. Сама по себе активация вегетативной нервной системы, ее симпатического отдела не является какой-то патологией. Она является лишь указателем на ваше эмоциональное состояние. Ее не надо лечить, ее не надо никак исцелять. Вам надо просто себе объяснить на первом правильном понимании, что моя вегетатика проявляться может абсолютно разнообразно, поскольку у меня в центре оси проходят определенные сплетения вегетативные, здесь сплетения, и поэтому у вас ощущение, что у вас тут все немеет, сжимается, не хватает воздуха, не глотается вам. В солнечном сплетении, и тут у нас тоже какое-то странное, вот кошки на душе, блядь, скребутся. Это не душа, это называется сплетение вегетативной нервной системы. Потом у нас верхний брыжчатый узел, ближе к отростку мечевидному. Потом у нас нижний брыжчатый узел, это больше к кишечнику и к мочевому пузырю. Ну и чуть ниже, который норвирует еще мочеполовую систему и репродукцию. Женские, мужские, гладкие мускулатуры. Соответственно, когда ваше эмоциональное состояние из-за хронического стресса хронифицируется, и ваш симпатический отдел нервной системы более активирован, нежели парасимпатический, то вы начинаете ощущать различного рода гиперстимуляцию. Это не инфаркт, это не инсульт, это не шизуха, это не потеря контроля, это не предвестник беды, это не предвкушение смерти, это активация вегетативной регуляции, которая ничего, кроме дискомфорта, вам не принесет плохого. Да, дискомфортно, да, тахикардия, да, пот, холод, вялость, шаткость, напряжение, и все это сопровождается тревогой. Да, это неприятно. Но это максимум, что вам грозит. Никто от этого с ума не сошел, не умер и не выпрыгнул из балкона, да, так сказать. Никто не потерял контроль и не стал там на перегонки отсасывать метро и терять контроль. Почему активируется вегетативная нервная система, надеюсь, всем понятно, но я напомню. Мы управляемся гормонами. И мы управляемся инстинктами. И очень важно понимать, что такое курица и что такое яйцо, что первично и что вторично. Попробуйте мне сейчас понять. Что первично? Ваша вегетатика? Или ее причина? Первичная причина. Потому что то, что у вас стала активироваться вегетатика, она же не стала активироваться у вас просто на ровном месте. И вам казалось, что это просто обычная 29 ноября. Солнце, звука, светит, все хорошо, едете на работу. Ну, может быть, не выспались, не выспались, но, может быть, чувствуете какую-то вялость. И вдруг у вас возникает активация вегетативной нервной системы, которую вы начинаете пугаться и неправильно интерпретировать. Почему такое происходит? Запомните раз и навсегда. У невроза есть длинник. Точка выхода в симптом никогда не является день в день. И причина. То есть, если у вас симптом вегетативной дисфункции первой панической атаки начался 29 ноября, это означает, что еще где-то 3-6 месяцев назад, а то и больше, вы уже долго находитесь в состоянии хронического стресса. Если вы человек, который не помнит себя другим и подавно. Но в большинстве случаев вы можете сказать, что началось это 1 сентября, но на самом деле, если в терапии начать разбираться, то уже летом или даже еще весной вы в жизни столкнулись с какими-то жизненными обстоятельствами или начали о чем-то думать, или что-то произошло, или что-то вот-вот должно было произойти. Нередки те случаи, когда невроза актуализируется после свадьбы, буквально очень скоро, или после рождения ребенка, или после смерти кого-либо, или после взросления, или после какого-то жизненного цикла, потому что невроз – это накопившееся ваше хроническое эмоциональное состояние. Оно всегда сопряжено с чем-то. Либо с вашей личностью, которая по жизни интерпретирует, либо с какими-то обстоятельствами. Например, женился, вышла замуж, через год начались панические атаки. Ну, я сейчас утрирую. Раз связка. Так вам голову закидываю на первом занятии. Или умерла мама, папа, через полгода начались панические атаки. Или закончила институт, закончила школу, или пошла в институт, пошла на работу, или уволили с работы, или муж умер, или муж изменил, или муж развелся. То есть, если изучать неврозы, а мы на 24 сезоне этим плотно с вами займемся, то вы увидите, что точка выхода в вегетатику и точка выхода в панику и в страх причинить вред, сойти с ума, потерять контроль, взять ножи, убить ребенка, повеситься, сойти с ума. Это очень отложенный симптом. Поняли? Все как комета. Вот есть основа, есть такой хвост. Вы должны понимать, что есть основная проблема. И эта проблема не вегетатика. Вегетатика ваш друг. Она работает идеально, потому что ваш мозг в полной уверенности, что вы в опасности. Поэтому пишем. Активация симпатического отдела вегетативно-нервной системы это здоровый, нормальный отклик организма на интерпретацию угрозы. Все это поняли? Плюсик ставим, кто понял. То есть дисбаланс вегетатики невозможен без уверения себя, что вам пиздец. То есть не может произойти дисбаланс, если вы не видите внутри своей психики и жизни какой-то угрозы. И тут есть два типа угрозы. Пишем. Первый тип угрозы, который вы не осознаете вообще. Он детермирован или вытеснен вообще напрочь. Мы предположим, на кейсе девушка закончила институт и у нее начались вегетативные приступы и панические атаки. Возможно, ее интерпретация самостоятельной жизни является угрозой. Или девочка выросла из родительского дома и родители сказали «До свидания, Фрося! Пора тебе жить самостоятельно!» И Фрося интерпретирует эту жизнь как угрожающую, потому что без родителей ссыкотно. Вот что такое внутренняя угроза первого типа, которая детермирована. Или, например, женщина вышла замуж или мужчина женился. И для него угроза свободной жизни, угроза каких-то будущих отношений. И это и есть угроза, которая активируется. Или женщина родила ребенка и она не уверена в себе. Она боится, что она не справится. Она не доверяет себе и не доверяет своему опыту. И она видит очень много угрозы. Например, у нее муж куда-то там слинял и она одна, и она не знает, как сделать лучше. У нее активируется очень много внутренней угрозы. Поняли? Или, например, жена узнала, что муж изменяет. Или, что жена поняла, что муж куда-то там ходит налево. Угроза потери семьи и безопасности. Поняли все, что такое первый тип угрозы? То есть, все невротические расстройства, они имеют вегетативный дисбаланс, потому что так или иначе вы интерпретируете. Например, невростыник. У него угроза проекта. Угроза, что его уволят. Угроза, что у него не получится. Угроза, что он не идеален. У нарцисса угроза, что он не понравится людям. Угроза, что он не идеальный. Что его спалят в своей неидеальности. Угроза истерички в том, что люди вокруг не такие, как она хочет. И так далее. Мы это все будем разбирать подробно. Просто сейчас на первом вводном занятии я накидываю вам, чтобы вы понимали, что такое невроз, с чем вы столкнулись. Поэтому все записали, что первый тип угрозы, который активирует вегетативную нервную систему, вы не осознаете. Может быть, здесь есть ребята, которые на самом деле уже понимают, что на самом деле они начали активировать вегетатику, которую когда-то неправильно поняли, потому что действительно пребывали длительное время в определенном жизненном цикле, так сказать, который интерпретировали. интерпретировали как угроза. Пишем, что здесь еще под угрозой. Очень важный такой эволюционный момент связан с животным миром. Человек, в отличие от животных, болеет неврозом. Почему? Животное не интерпретирует угрозу там, где ее нет. Запишите такой термин. Он называется апофиния. Апофиния. Записали? Посмотрите гугл. Кому интересно, что такое апофиния. Это уникальная способность, которую имеет только человек. Вот поскольку у животных склонности к апофинии нет, животные никогда не заболеют неврозом. И люди, внимание, у которых нет склонности к апофинии, никогда не заболеют неврозом. Попробуйте сейчас зайти в интернет и посмотрите определение апофинии. Немножко, чтобы вы переключились и разгрузились. Да, кто-то нам уже скопировал. Спасибо вам большое. Апофиния – это переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных. Вот, собственно говоря, вот вам и ответ на то, почему вы болеете неврозом. Человеческий мозг эволюционно перешел такие робиконы, когда его интеллект становится его врагом. Вместо того, чтобы пользоваться интеллектом во благо, мы, к сожалению, имеем побочный эффект интеллекта, это интеллект во вред. И вот апофиния – это как раз способность делать неправильные умозаключения и искать взаимосвязи и смыслы там, где их нет. Люди пытаются найти смысл жизни, люди пытаются что-то понять, люди пытаются провести причинно-следственную связь вегетатики, йоканье, сердце и Меркурия. Люди верят в астрологию, это тоже апофиния. И люди в принципе склонны видеть проблему там и пытаться найти решение там, где нет проблемы и решения. То есть, по большому счету, это поиск черной кошки в черной комнате, которой там никогда не было, но, собственно говоря, мы очень сильно переживаем, что мы ее никак не можем найти. Животные, пишем обратно, возвращаемся к животному миру. Животные интерпретируют угрозу как? Пишем. Связывая несвязуемое, правильно. Животные интерпретируют угрозу как? Чтобы был инстинкт самосохранения, адреналин. Животные интерпретируют угрозу по факту. Вот это надо написать. Это мы все первый тип угрозы разбираем. Животные интерпретируют угрозу по факту. Например, попробуйте крысу загнать в угол. Например, попробуйте кошку загнать или собаку в угол. Попробуйте представить угрозу какому-то животному. Что будет делать животное? Там есть три генетические реакции. Какие-то животные замрут и впадут в ступор коматозный, притворяясь трупиком. Ежики, например, они сворачиваются. Какие-то животные бегут, сломя голову просто с такими глазами. Какие-то животные от страха нападают. Вот, собственно говоря, этот древний атовизм он у нас на самом-то деле и остался. Но тут эволюция нам настала в патроны и сделала заподлянку. В отличие от животных человеческий мозг склонен пишем я надеюсь я нормально объясняю и вам понятно и интересно видеть угрозу там, где ее нет. То есть человек видит реально угрозу жизни в разводе. Человек видит реально угрозу жизни в самостоятельной жизни. Человек видит реально угрозу в том, что от него отвернутся друзья. Человек видит реально угрозу в том, Что если он не идеальный, то все пиздец. Человек видит реально угрозу в увольнении. Человек видит реально угрозу в разводе. Человек видит реально угрозу в измене. Человек видит реально угрозу в изменении жизненных планов. Человек видит реально угрозу в тех обстоятельствах жизни, с которыми он сталкивается. И вот эта апофения начинает нарастать. И именно сам по себе человеческий мозг, в отличие от животных, и рисует, как ебучий Спилберг, такие сюжеты, такие драматургические картины и волны, что Спилберг просто нервно курит в стороне по отношению к моим клиентам. Мои клиенты, вы в частности, дорогие друзья, мать его ебучие Спилберги, которые нарисовали себе такую конечную историю, что просто мама не горюй, но невдомек обосраться по этому поводу. Потому что, если вы нарисовали себе историю, что без мужа вам не жить, без родителей вам не жить, если о вас плохо подумают, это катастрофа, и если у вас что-то не получится, это ужасно, и если вы одна не справитесь, и у вас уже, значит, там в голове, как вы на паперти побираетесь, как вас ебут за 500 рублей на Ленинградке, и у вас уже, значит, картина про то, как ваши дети пошли продавать почку, и о том, как все над вами смеются, и вы рисуете себе такие картины, вы рисуете себе такие ебучие звездные войны, что, конечно, мозг сидит и говорит, ебать, в какой стране мы живем, что это так, где мозг полностью перестраивает регуляцию вегетатики, говорит, блять, сука, держись, держись, Петя, пиздец вокруг враги, ну и, конечно, у вас, сука, 24 часа в сутки вегетатика. Конечно, у вас 24 часа в сутки кишечник там льет, блять, как из ведра, понимаете? Но потому что вы сами объяснили своему мозгу, что нам порой пиздец сейчас будет. Мозг не может не откликаться соматизацией, если вы действительно ему рисуете такой звездный пиздец. Простите меня за выражение. Вот, поэтому вы должны понимать, что вот эта вот интерпретация угрозы там, где ее нету, мы будем это разбирать очень детально, и вы поймете, какие вы странные. Это и есть суть ваших неврозов. Все это поняли. То есть, ну, возьмем локальный случай. Ко мне обратилась женщина, 32 года, в панические атаки с вегетатика и страх покончить с собой и астения, бла-бла-бла. Оказалось, что она развелась с мужем, и она всегда делала вид, что она такая пиздатая и сильная женщина, а по факту оказалось, что она одна ни хера не умеет, и она вообще-то не очень знает, как жить дальше, и она вообще-то думает, что она какая-то странная, потому что муж-то ушел к другой женщине, соответственно, и она, конечно, подорвала уверенность в себе. Отсюда ее страх потерять контроль и заболеть шизофренией, это потеря уверенности в себе, но мы будем об этом еще говорить, безусловно, об этом симптоме. У нее, естественно, катастрофа в голове и лютый пиздец без мужа, 32 года, это же ад. Ну, в принципе-то, понятное же дело, да, 32 года, пора заказывать гроб. Но если от вас ушел муж в 32 года, это же смерть с косой, правда? Это же все, кирдык, хана. Она рассказала себе такую слезную историю. Дарт Вейдер передернул, забрал ее и сказал, все, Люся, тебе пизда. И Люся заболела неврозом. Естественно, вокруг нее все бегают, прыгают. Люся, не умирай. Люся, пожалуйста, живи. Люся, обследуйся. Мы с тобой. Люся нужна поддержка, потому что без мужика Люся не умеет. И поскольку мужик свалил, нужна другая поддержка. И вот вокруг нее пляшут, значит, врачи, пляшут друзья, родственники. И вот вам такой пример. Поэтому пишем и запоминаем. Первый тип угрозы. Он никогда не осознается на 100% сразу без терапии. Все поняли? То есть, если вас переклинило на вегетатику, там, я не знаю, в институте, в метро, на улице, ответ один. Это нормальная вегетативная регуляция на мое хроническое эмоциональное состояние. Поняли? Любая вегетатика не должна вами глушиться. Вы не должны просыпаться с мыслью со словами, ебать, только б не было вегетатики сегодня. Нет. Вы с 29 мать его ноября просыпаетесь со словами, пускай будет вегетатики столько, сколько хочется. Если я такая нервная, то, естественно, мое тело будет немножечко дискомфортно себя вести. И не надо по этому поводу удивляться. Если у меня там будет эхикардия, если у меня там будет вегетатика, это логическое, физиологическое следствие того, что я немножко ебанько. Но я на сезоне у Алексея, я буду разбираться, почему я ебанько, и, собственно говоря, почему моя, где я там нарисовала себе угрозу-то в жизни, и с этим справлюсь. Поэтому первое. Пишем с сегодняшнего дня никакого сопротивления вегетатики. Все поняли? Пускай вегетативная регуляция сама решает, как работать. Дайте вашему телу нормально жить. Если вы испытываете эмоции, пускай эти эмоции будут. Если вы испытываете вегетативное напряжение, пускай оно будет. Не нужно его гасить. Чем сильнее вы будете не допускать вегетатику, не допускать панику, не допускать какого-то начала плохого самочувствия, тем хуже вам будет. И как только вы проснетесь и скажете, да пошло оно все нахуй, да пускай будет вегетатики сколько угодно, я буду лечить свою голову. Почему я так напряжена последние годы? Что же со мной случилось? Пускай тело само живет своей жизнью, симпатические парасимпатические, метасимпатические отделы сами справятся. Организм не способен себя убить. Мы не способны выбросить такое количество адреналина и кортизола, чтобы вас убить. Мы не способны сделать так, чтобы вы умерли от дисбаланса вегетативных регуляций. Да, неприятно, да, дискомфортно, да, постоянно на адреналине. И немножко это заебло, понимаю, но это не угроза. Пишем второй вариант угрозы. Второй вариант угрозы это тогда, когда вы интерпретируете неправильно ваше самочувствие. И видите уже угрозу в вегетатике. Видите угрозу в панике. Видите угрозу в тахикардии. Видите угрозу в вашем самочувствии. И вот мы соединяем два типа угрозы и получаем генерализованное тревожно-неврогическое состояние. Жила была Зина, от которой ушел муж. Она синтерпретировала это бессознательно, как угроза. Организм иммобилизировался, потому что мозг же не может, блядь, выпрыгнуть и сказать, так, Зин, ну угроза-то нет, просто чувак свалил. Мозг так не может. Мозг видит образами. И если вы нарисовали образ пиздеца после ухода мужа, мозг, конечно, в обороне. Он симпатический отдел наверх, адреналин вперед. Зина, бейся. Правда, не с кем биться. И вот Зина моет ебучую посуду вечерком. И у нее что-то сердечко застучало. Как-то она побледнела, затахикардилась ей. Потому что организм находится в напряжении. Зина не понимает, что у нее внутри-то происходит. И вот тут Зина видит второй тип угрозы. Угроза в тахикардии, угроза в самочувствии. И вот одна угроза накладывается на другую угрозу. Все это понимаем, плюсик ставим, кто понял, блядь. И вот так формируется вот этот ваш узел невротический. Первый тип угрозы и второй мнимый тип угрозы. Ужас ситуации, блядь, заключается в том, что первый и второй тип угрозы – это полностью то, что мы называем апофиния. Потому что на самом деле, ребята, есть угроза от того, что муж-то ушел. Неприятно – да, обидно – да, досадно – да, там не реализовались ожидания – да. Но угроза-то есть, угрозы-то нет. А то, что соматизировалась вегетатика по поводу этих переживаний – тоже нет угрозы. И в итоге получается интерпретация первого типа угрозы, интерпретация симптоматики, как еще больше угроза, и замыкает и захлопывает крышку гроба, в которой, собственно говоря, мы с вами находимся. Надеюсь, вы поняли, как выглядит вот это первое приближение, так сказать, да, что с вами происходит. Поэтому, чтобы справиться с неврозом, нужно понять, что такое апофиния, и научиться интерпретировать первый и второй тип угрозы как не угрозу, а как жизненные обстоятельства, и смотреть на них философски. Этим мы с вами и займемся. Ну и второй тип угрозы – это то, с чего вы должны начать. Это то, что было на базовом курсе, и я надеюсь, вы его посмотрели. Это то, что никакого сопротивления вегетатики, никакого сопротивления паники, никакого сопротивления вообще вот этим самотоформным состояниям. Полностью отпускаем ситуацию и ничего не делаем при активации вегетативно-нервной системы. Успели испугаться – тоже ничего не делаем. Очень важно, я на примере социофобии и панических атак сейчас покажу вам одну ошибку, которую люди делают. Обращается ко мне молодой человек, говорит, Алексей, я социофоб, я посмотрел все ваши ролики, прошел кучу всяких онлайн-избаврительных тренингов, все понимаю, все понимаю, но ничего не меняется. Я как был социофобом, так я и социофоб. Я говорю, ну расскажи мне, что ты понимаешь. И он мне начинает рассказывать, что я понимаю, что люди не знают, что я думаю, что я не знаю, что думают люди, и что это моя интерпретация. В общем, он начинает мне рассказывать вот эту классическую историю, теоретизацию. Я задаю ему простой вопрос. Супер, здорово, а ведешь ты себя как? И выясняется, что в жизни человек продолжает стараться всем понравиться. Человек продолжает стараться всем угодить. Таким образом, его знания, которые он получил на каких-то вебинарах, по типу моего, абсолютно обесцениваются, потому что знать – это одна история мозга. А акциональные шипики, которые уже развились в определенной рефлексорной дуге, уже работают автоматически. Потом про шипики расскажу. И чтобы, ну грубо, давайте по-простому. Дорожка уже протоптана. Вот так вот проще, понятно будет? Дорожка уже протоптана. Вот, соответственно, вы можете знать о социофобии сколько угодно, но до тех пор, пока вы искренне стараетесь всем угодить, понравиться, и не ведете себя парадоксально, терапия не будет. Ровно так же с паническими атаками. Вы можете знать сколько угодно, что это безопасно. Вы можете знать сколько угодно про адреналин и про симпатический и парасимпатический отдел. Вы можете сколько угодно знать, что от этого не умирают, но испытывать регулярно панические атаки только потому, что вы подкрепляете свою веру в опасность. Когда у вас возникает вегетатика, вы пьете ебучую, там, не знаю, там, волокордин какой-нибудь. Когда у вас возникает какая-нибудь ситуация, где вам надо далеко поехать, вы берете с собой, там, нашатырь или еще что-то. Когда у вас возникает предпаническое вегетативное состояние, вы начинаете куда-то бежать, спасаться или начинаете как-то себе помогать. Вот этими действиями, помогающими, вы, собственно говоря, и что делаете? И подкрепляете свое верование в то, что вы не умерли от панической атаки, потому что вы что-то сделали. Плюсик ставим, кто-то понимает. Ровно так же социофобии. Вы можете знать сколько угодно, что это не опасно и безопасно, бла-бла-бла, но продолжайте стараться, всем понравится. Поэтому пока мы не перестанем стараться, всем понравится, и пока мы не перестанем что-то делать во спасении во время паники, мы от этого рефлекса не избавимся. Базовый курс – это как раз курс для устранения панических атак. Это и есть тот самый курс, который вы должны были посмотреть перед тем, как прийти ко мне на сезон, чтобы понять, о чем идет речь. Можете на сайте его, собственно говоря, посмотреть. Хотя бы первое занятие бесплатно. Это понятно? Супер. Идем дальше. Многие клиенты говорят следующим образом. Многие клиенты говорят следующим образом. Я все понимаю, у меня все хорошо с образованием, но психотерапия какая-то неудачная. И вот здесь я хочу, чтобы вы поняли очень тезис такой важный. Нельзя чувствовать себя лучше, не изменившись. Потому что ваша активация вегетативной нервной системы возникает потому, что у вас внутри Спилберг. Вы рисуете себе слезные картины про сначала жизненные обстоятельства, которые вы тесняете напрочь. А потом рисуете себе слезные картины про то, как вам угрожают симптомы. И так вы замыкаетесь. Поэтому первое, с чего мы начинаем обычно терапию тревожных расстройств, это с образования того, что надо делать во время паники, почему вегетатику не надо избегать, почему вы не умрете от навязчивых мыслей и так далее. Давайте перейдем сейчас к следующему образованию симптомов. Это навязчивые мысли сойти с ума и ипохондрия. Почему многие люди вместе с вегетативной активацией начинают бояться сойти с ума и ищут в себе постоянные заболевания? Это хорошо. Потому что если человек во время хронического дистресса на самом деле уходит в навязчивые мысли, в панические атаки, в ипохондрию, то значит все у вас головой хорошо. Потому что ваша биология работает правильно. Вам не грозит психосоматическое заболевание, потому что вот жила-была женщина, от которой ушел муж, она проинтерпретировала это как угрозу и испытала вегетативную активацию, неправильно ее поняла, испытала вторую мнимую угрозу, испугалась, замкнулась. И начала с помощью симптомов получать внимание окружающих людей. Это абсолютно биологически здоровая невротическая защитная реакция организма. Она не убивает. Она, конечно, нарушает качество жизни. И порой серьезно нарушает качество жизни. Но с ума от этого не сойти. И умереть от этого не умереть, так сказать. А вот есть люди, у которых есть ошибка. Я не знаю, то ли на генетическом уровне. Скорее всего, это на генетическом уровне ошибка. Потому что по-другому и не скажешь. Когда у человека возникает ситуация в жизни, у этого человека происходит определенная интерпретация этой ситуации, эмоция поднимается внутри, а вегетатика не срабатывает. Высшая нервная деятельность не срабатывает в защитный механизм. И тогда мы видим случай истинной психосоматии или истинных психосоматозов. Когда человек, казалось бы, не нервничает. Казалось бы, не испытывает панических атак. А умирает от инфаркта миокарда. Или у него находит тяжелую ишемическую болезнь сердца. Или язву двенадцатоперстной кишки. Или начинается какая-то непонятная нейродермитная концепция с кожей. Я считаю, что это связано именно с нарушением здоровой регуляции высшей нервной деятельности. Потому что в норме этот человек должен был заболеть невротическим расстройством. Но по каким-то ошибкам это не случилось. Получается, что это как бы взрыв внутри закрытого пространства. Понимаете? Невроз – это не взрыв. Невроз – это очаг, который полностью выходит по всему телу, по всей вегетатике. Имеет свою клиническую картину. Как вот он распространяется. Значит, все у вас, все тело работает. Значит, все. Есть исследования, которые говорят о том, что вообще невротики живут дольше. Об этом, кстати, Курпатов, по-моему, говорил про исследование. Что на самом деле невротик – это человек, который постоянно тренируется. И сердечно-сосудистая система постоянно тренируется. А для организма, в принципе, не так уж и много разницы. То ли вы каждый день бегаете, то ли вы каждый день нервничаете. У вас сердце и кровь, давление, все, эта система работает. Что вы нервничаете, система работает. Что вы бегаете каждый день, система работает. Организм, в принципе, работает нормально. Другое дело, что ваша нервная система истощается, и вы чувствуете себя хреново. Вот в этом разница. А с точки зрения работы органов и систем, ну, работают они и работают. Вот. Соответственно, что нужно понимать про страх сойти с ума и ипохондрию? Пишем. Ипохондрия или страх заболеть каким-то заболеванием. Эта история называется защитным механизмом. Для чего формируется ипохондрия у наших пациентов? Давайте запишем это и подчеркнем. Ипохондрию нельзя лечить. Ипохондрию нельзя вылечить. Ипохондрию нельзя, скажем так, ну, лечить. Давайте по-простому назовем это так, да? То есть, ипохондрия не лечится. Почему возникает ипохондрия? Ипохондрия возникает для того, чтобы увести вас от первого типа угрозы во вторую. Все это поняли? Вообще запомните, что любой симптом невротический – это смена внимания с первого типа проблемы на второй. Плюсик ставим, кто понял. То есть, вместо того, чтобы решать проблему с мужем, с женой, с собой, с интерпретацией, с жизненными обстоятельствами, с завзрослением, с самостоятельностью, с сепарацией от симбиотической связи. Вместо того, чтобы решать конфликт с любовницей и женой, человек как бы уходит во второй тип угрозы, которую осознает гораздо более полно. Это страх за здоровье, это постоянное обследование. Он в основной угрозе, а вдруг у меня онкология, а вдруг у меня аллергия, а вдруг у меня сердце, а вдруг у меня инфаркт, а вдруг у меня инсульт, а вдруг у меня это, а вдруг у меня то, а потом все-таки алкология, а потом все-таки это недостаточная колоноскопия, ну и так далее. То есть, человек как бы, организм так работает, что если первая угроза не осознается, он всегда включает вторую как сброс напряжения, поняли? Чтобы организм не сломался. Потому что если не включить второй тип угрозы, организм заболеет психосоматическими заболеваниями. Но, грубо говоря, первый тип угрозы состоялся, а второй не состоялся. Тогда получается, что внутри очаг есть, а никакого выхода нервно-психической энергии, в кавычках, нету. Потому что если вы переживаете по поводу развода с мужем, и для вас это такая угроза, но вы не вышли в какую-то невротическую конфигурацию тревожного состояния, самотоформного, то у вас могут быть проблемы с психосоматикой. А если вы вышли в это, то все хорошо. Всего лишь навсего нужно будет устранить первую угрозу. С помощью новой интерпретации и философии. Вот, собственно говоря, и все. То есть, давайте запишем так вот коротко. Ипохондрия – это отвлекающий маневр. Ну, если коротко. Ипохондрия очень хорошо отвлекает от принятия решений, от ответственности. Ипохондрия очень хорошо переключает внимание. Ну, например, молодой человек не знает, что уже делать со своей женой. То ли развестись, то ли не развестись. Вроде хочется развестись, потому что уже невыносимо. А вроде как развестись плохо. И он уже так устал об этом думать, что ему проще ходить по врачам. Конечно, это не делается на уровне осознанности. То есть, человек не сидит такой и говорит, так, что-то я устал об этом думать, дай-ка по врачам похожу. Нет, так не работает, все понимают. Человек вообще не осознает этого. Он просто в какой-то момент времени начинает испытывать большую тревогу. Начинает испытывать больше напряжения. Обращается ко врачам с странными ощущениями. Ну, и пошло-поехало. Внимание, вопрос. Чего надо лечить? Его поход по врачам и верование в то, что он умрет? Или его надо привести к тому, что ему надо принять решение с женой, любовницей? Ну, наверное, второе. Правда? И вот когда мои консультанты, мои коллеги, и я, в частности, начинаем уже препарировать кейс и говорить, что Петя, ну, это все, конечно, заебись, 15-й колоноскопии, и то, что ты уже в 25 кардиологов побывал. Но, может быть, мы все-таки будем говорить с тобой о твоей любовнице и о твоей жене, и о том, почему ты не можешь принять решение. И тут начинается уже более глубокая история, почему любовница, почему жена, почему хочется на двух стульях усидеть, какие убеждения и принципы мешают выйти из этой двери, а зачем тебе вообще любовница, а зачем тебе жена, а что будет, если ты это, а что будет, если это, а давайте вместе, ну и так далее. Там уже начинается настоящая психотерапия. И вот психотерапия, это как раз, пишем, психотерапия, это как раз решение первого типа угрозы. Или в личностно ориентированной реконструктивной терапии мы называем это реконструкция системы отношений. Уважаемые студенты первого курса, все поняли, что я имел сейчас в виду? То есть реконструкция системы отношений, это и есть новая жизненная философия, которая позволяет нашему клиенту посмотреть на основную проблематику его интерпретации гораздо более рационально, философски, взвешенно на эти решения и выходы. Но, чтобы дойти до первой угрозы, надо пробиться через огромный пласт чего? Вторичные угрозы, второй. Потому что вторая угроза, она полностью осознается пациентом. Он полностью уверен, что у него проблемы с сердцем. Он полностью уверен, что у него проблемы с онкологией. Он полностью уверен, что он вот-вот умрет. Он полностью уверен, что он каждый день борется за жизнь. Он полностью уверен, какой бы вы ни были крутой психолог, что вы пиздите, потому что вы будете первые, кто умрет от панической атаки. Они все находятся вот в этой вот скорлупе второго типа. И пробиться сквозь это бывает достаточно сложно и достаточно долго, потому что пишем, пишем, угроза второго типа закрывает угрозу первого. И тут возникает парадокс терапии. Люди молят вас, чтобы вы ему помогли, но делают все, чтобы вы в терапии не дошли до основной причины. И человек как бы удерживается в веровании за сердце, за панику, за вегетатику, за онкологию. Продолжает, значит, внимание уделять здоровью, потому что психика не просто же так создала, плюсик с вами, кто меня понимает, угрозу второго типа. Человек же не просто так переключился на симптомы. Ну, хорошенькое спасибо. Но если бы было так все просто, нахера симптом? Так вот, я вам хочу объяснить, что достучаться до первого типа угрозы сложно, потому что она закрыта вторым. Вторым типом угрозы про здоровье. И закрыта не просто так. Пишем, она закрыта потому, что человек субъективно считает первый тип угрозы неразрешимым. Все это поняли? И вот этот субъективно неразрешимый первый тип угрозы и является самым невротическим основным таким отравленным шипом, что ли, да? Все это поняли? Поэтому вот ипохондрия, в частности, паническое генерализованное тревожное расстройство – это способ закрыть основную проблему. Лучше я буду бороться за жизнь, лучше я буду бороться с шизухой, лучше я буду бороться с вегетатикой, чем я просто научусь жить без родителей. Потому что жить без родителей как-то ссыкотно, а тут как-то понятно. Ну, понятно, что надо лечить сердце, ну, понятно, что надо смотреть вебонары Красикова, ну, понятно, что надо ходить по чудоизбавляющим тренингам, ну, понятно, что надо ходить на колоноскопии. Это все понятно, надо просто пойти. Но первый-то тип угрозы гораздо более фундаментальней – взять ответственность на себя, повзрослеть, принять решение, быть для кого-то плохим, кому-то сказать «извини», но не получится. И вот это для людей гораздо субъективно тяжелее, нежели, казалось бы, да, считать себя больными. И вот искусство психотерапии, вот я к студентам сейчас обращаюсь, оно заключается в том, чтобы очень искусно, как змей-искуситель, пройти сквозь второй тип угрозы по симптомам, минуя все защитные механизмы, и очень тонко и снайперски показать пациенту, что на самом деле с ним происходит. Дальше пишем. И когда человек выходит сквозь этот дремучий лес симптомов на поляну, где на поляне ему представляется вся истинная правда, тут начинает работать интересный феномен. Я этот феномен называю точка ноль. Об этом профессор Фройд писал, кто читал психоанализ. Будьте осторожны при терапии невротиков. Искореняя невротический симптом, вы из банального человеческого горя можете сделать обычное человеческое несчастье. Потому что у человека был симптом. Он с ним боролся. Он верил, что проблема в сердце. Он верил, что он может сойти с ума. Он боролся за жизнь. У него была какая-то борьба. Какое-то конкретное, понятное противостояние. Но вот вы его привели на опушку первой угрозы. И там стоит вопрос про инфантильность, про взросление, про истерическую или нарциссическую составляющую, про ответственность, про принятие решения, про то, что мы называем «давай взрослеть Зина» и «давайте принимать решение и двигаться вперед». И вот столкнув человека с этой правдой, он порой не знает, что с этим делать. Вы у него забрали симптом, посадили его перед лужей вот этого своего дерьма и сказали «ну вот». И вот он сел, и вот тут из невроза можно прийти в депрессию. Потому что невроз самотоформный – это борьба за жизнь, за сердце, за сумасшествие. Я не знаю, там, за какую-то битву в интернете, блядь, умру, не умру. Кто лучше лечит, блядь, красиков или хуясиков. Вот человек насыщен этой борьбой, понимаете? А я взял и провел его на опушку своей проблемы. И он понял, что он, оказывается, просто не умеет жить без родителей. Ну, как пример, да? И вот он сел перед этой правдой и охуел. И что с этим делать? И вот здесь возникает сама главная история. Что мы с вами должны будем на нашем сезоне не просто прийти на эту опушку, да? А минуя все вот эти симптомы, с которыми вы сюда наверняка пришли в большинстве, да? Но вы должны понять, что придя на эту опушку, первые угрозы, которые вызывают у вас всю вот эту свистопляску, а надо что-то делать. И чтобы что-то там на этой опушке поменять, нужно будет набраться мужества. И понять, что за вас вот эту первую угрозу, к которой мы придем, не решу ни я, ни мама, ни папа. Вы с собой должны это решить. Вы с собой наедине. Поэтому пишем последний тезис. Способность размышлять наедине с собой над текущими жизненными обстоятельствами. И искать решение. Вот ключ к вашей терапии. Способность находиться наедине с собой. Способность анализировать и решать сложившиеся жизненные обстоятельства. Мы будем об этом много говорить с вами в терапии, не бойтесь. Работать с недопущениями, строить план действий, преодолевать, терпеть какие-то временные обстоятельства, что-то принять. Понять, что такое дихотомия контроля и трихотомия контроля. Над чем вы можете управлять и над чем вы не можете управлять. И вы должны у меня научиться один сидеть в комнате или один сидеть где-то на берегу озера и задать себе простой вопрос. Послушай, я могу этим управлять? Это в моем контроле? Это никак от меня не зависит. Это не в области моего контроля. Если это не в области моего контроля, какой смысл мне переживать от этого? Ну и так далее. То есть, придя на первую опушку проблемы, мы должны с вами быть уже вооружены. Я вам дам это оружие. Я вам подскажу, как вести с собой разговор и какие задачи должны вами быть выполнены. Но этот путь надо вам будет пройти. Потому что я за вас, вас не повзрослею. Я за вас от родителей не съеду. Я за вас с мужем не поговорю. Я за вас решения не приму. Я за вас не смогу родителям сказать, мама, папа, спасибо вам всем большое, но больше мне помогать не надо. Я дальше сам. И вот если у вас яиц хватит сказать, мам, пап, я дальше сам. И придется, как говорится, Москва слезам не верит, пожрать гречку с сосисочками. И то неплохой ужин будет. Вот тогда вы сможете потом сказать, блядь, я молодец. Вот что такое самооценка. Это те шаги, на которые вы будете опираться. На эти шаги, которые вы сделали. Не муж ваш сделал, не папа сделал, не мама сделала. Вы сделали один, один, самостоятельно. Если вы будете все время на костылях плясать макарену, вы никогда не повзрослеете. Ни-ка-гда. Вы будете хронически в невротическом состоянии. Потому что из родительской семьи перепрыгнуло над семью мужа. С одних костылей, блядь, ебучих, на другие. И удивляетесь, почему у вас генерализованное тревожное расстройство и страх потерять контроль и сойти с ума. Потому что дохуя не уверенности. А чтобы уверенность-то получить, надо что-то самой делать. Надо что-то самой выживать, приспосабливаться. Поэтому мы с вами на 24 сезоне будем заниматься самой сердцевиной, как вы уже поняли, невротических расстройств. Нету смысла никаких обсуждать ваши симптомы. Ваши симптомы – это отвлекающий маневр. Да, они некомфортные, да, они неприятные, но они не опасные. Почему люди боятся сойти с ума и потерять контроль? Как правило, это бывает по нескольким механизмам. Вариант первый – женщина родила недавно ребенка. Иногда такое бывает. Но какие бы я вам кейсы не приводил в пример, смысл этого симптома, запишите кому нужно, очень простой – потеря уверенности в себе. Женщина или мужчина после чего-то потерял в себе уверенность. И вот эта потеря уверенности и является первой частью угрозы. Поняли? Все плюсик ставим. И когда человек, например, 1 сентября, что-то там случилось, кто-то бросил или что-то не получилось, потерял в себе уверенность внутри, он дальше типа идет, все типа хорошо, типа он не заметил. И потом он сталкивается с какой-то тревожной компонентой и говорит, ой, что это я? А вдруг я не справлюсь? Ой, а может я с ума схожу? Что-то я ненормальная какая-то. Ой, что-то я совсем, что-то я совсем, что-то я совсем, ой, ой, что-то я совсем, ебать, что-то я совсем. И это и есть та самая история. У меня недавно написала девушка в инстаграм, написала жалобы, значит, там, что-то там, вот это ты, боюсь потерять контроль, сойти с ума. Я говорю, я тебе могу вот сказать, что с тобой происходит, вот просто вот сейчас вообще тебя даже не видя. Я говорю, ты в какой-то момент потеряла в себе уверенность. Вопрос, в какой момент, что и случилось. Она говорит, блядь, какой вы умный. Я говорю, хую умный, да потому что неврозы так работают. Страх сойти с ума – это потеря уверенности в себе, задая себе вопрос, какого хую ты потеряла в себе уверенность? Ответ будет очень простой. Либо это случилось в глубоком детстве, и это какая-то хроническая неуверенность, которая подпитывается твоим поведением ебучим, избегающим. Либо ты была, в принципе, нормальной девочкой-блогером, которая всем нравилась, всем нравилась, потом перестала, блядь, всем нравиться, и ты испугалась. Да? И все эти симптомы – страх потерять контроль, заболеть шизофренией, сойти с ума, блядь, умереть от инфаркта – это все такая вот работа центральной нервной системы, как метафора. Но причина-то на самом-то деле в первой части. И вот мы с вами будем в этом разбираться. Надеюсь, вы рады, что попали на сезон. Надеюсь, вы поняли, чем мы будем заниматься. Надеюсь, вы довольны. Спасибо вам большое. Мы с вами увидимся на втором уроке в четверг, в 8.00 по Москве. Домашнее задание после первого занятия только такое – перестать удивляться и сопротивляться вегетативному напряжению. Разрешите вашему телу проживать те эмоции внутри, тот дисбаланс симпатический, парасимпатический, который он считает нужным. Не надо ему мешать, не нужно, успокойтесь. Выдохните и скажите, я делегирую своему телу, своей автономной нервной системе все, как должно быть. Моя метасимпатическая часть нервной системы вегетативной, моя автономная часть нервной системы работает за меня. Мне не надо ничего контролировать. Все, организм сам решит, когда у меня 120, когда у меня 60. Сам, все, организм сам пускай регулирует. Ваша задача будет на моих занятиях смотреть в корень проблемы, а не бегать с тонометром, потому что это бесполезно. Спасибо вам большое. Мы увидимся в следующий четверг. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта и психотерапии, вас благодарит и надеюсь увидеть вас в стенах нашей школы в качестве студента. Справки в приемной комиссии. До свидания. До четверга. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует...